Здравствуйте, уважаемые дамы! Здравствуйте, уважаемые господа! Здравствуйте, уважаемые мои зрители! Меня зовут Тимошенко Наталья. Я продолжаю читать сказку про дедушку Ау. Том 1, глава 13. Вскоре прилетел голубь. Дедушка Ау презентовал ему лукошко его любимого лакомства. Ответ ремника был такой. Привет, мой друг! Очень хорошо, что ты заинтересовался грибами. Там у меня есть много грибниц, всяких разных, и я с тобой, конечно же, поделюсь. Но я приеду к тебе сам, и мы вместе посадим у тебя грибы. Буду я у тебя через неделю. К моему приеду тебе нужно подготовить пеньки из клёна, ясеня, берёзы, осины и тополя. Или... Не все прямо одинаковые. Или того, или того, или другого. Просто найти, где они у тебя есть в лесу. Пилить их не нужно, они должны быть свежие. Подумай, создай теплицу. Думаю, ты знаешь, что это такое. Если за период моего отсутствия обзавёлся подвалом, то это вообще хорошо. Думается мне, что ты книгу о грибах прочитал, и теперь ждёшь только мицелий. С радостью встречусь с тобой, дедушка, твой друг, хребник. Пока дедушка Оу читал письмо, голубь наслаждался зёрнышками. Зёрнышки, что... Те зёрнышки, что остались, дедушка Оу завернул в пакет и отдал голубю. Чуня-муня с радостью перелистывала буковки. Дошла уже до середины книги. Пришла бабушка Яга, принесла много разной еды. Это я наколдовала. Будем пробовать, сказал бабушка Яга. Дедушка Оу учуня, мы с радостью согласились попробовать. Какая-то бесформенная жёлтая субстанция оказалась повидлом. Была в меру сладкой и вкусной. Зелёные листики были похожи по вкусу на клубнику. Кружочки белого цвета, пирог с яблоками. Компот был густоват, но очень вкусный. Это я наколдовала по заданию на шабаш. Вот хотела с вами поделиться. Сама-то я съела всё это съела уже два часа назад. И со мной всё в порядке. Шедевр, сказал Юшка Оу. Да очень вкусно, подтвердила Чуня-муня. Вот хотела тебя спросить. Может ты со мной, может ты мне с рассады грибов поможешь? А, бабушка Яга. Скоро придёт мой знакомый грибник. Привезёт семена грибов. Мне бумаги очень бы полезно было при росте грибов. Я, конечно, могу запустить на рост твои грибы. Я и заклинания знаю. Вот и славно. Чуня-муня, давай посмотрим, что ты тут написала в тетрадке. А вот, смотри, Юшка Оу. Сейчас мы напишем слово. Какое ты хочешь слово написать? Бабушка Яга отошла в сторонку и что-то стала нашёптывать. А потом подошла в сторону, подула в сторону Чуни-муня. Я хочу написать слово гриб. Хорошо. Вот это волшебство. Эти буковки ты уже написала. Смотри, гриб. Дедушка Оу легко вывел слово в тетрадке Чуни-муня. А теперь ты. Чуня-муня усердно стала вводить буковки. И у неё получилось. Теперь напиши слово сто восемь раз. И всё, ты его запомнишь навсегда. Чуня-муня села писать. Пообщавшись с Бабой Ягой, ещё какое-то время дедушка Оу предложил пойти спать. Ведь сегодня был прекрасный день, а завтра будет ещё лучше. Все с радостью пошли отдыхать.